я снял крышку на стартер идет дымок большие кофры обвес слишком посадка низкая мотоцикл переночевал на парковке возле отеля все пыли так что нас тут интересует это потеки тяков нету колеса в порядке проверяем масло ты а где масло масло нет поехали без масла сейчас будем доливать надо будет купить еще значит пошел расход масла неприятно просто две маленькие баночки масла почти литр залил около литра уровень масла у верхней отметки получается у нас литр масла что ли съел странно ну ладно придется докупить еще две такие бутылочки сейчас поищем после путешествия причина расхода масла была найдена дело в том что перед путешествием я поставил новые кольца кольца хастингс ремонтные размеры индекс 10 значит что 78 стандартным миллиметром это плюс 25 соток индекс 20 на конце значит 5 десяток уже не помню какие точно я использовал мне пришлось кольца подрезать чтобы зазор в замке был соответствующие это 0 4 4 десятки для компрессионных и 0 3 по моему я оставлял для маслосъемных колец но вот это распорное кольцо я сделал ошибку я тоже его подрезал но я срезал несколько ячеек сразу она проваливалась в цилиндре и не распирала скажем так маслосъемные кольца не прижимала их к стенкам цилиндра поэтому через них сифонило масло и шел расход вот я это все дело устранил уже когда после путешествия поменял эти масло распорные кольца я уже их промерил аккуратненько срезал сколько там было лишнего ну вот вот на это следует обращать внимание так прикупил 3 канистрочки масло я думал с лихвой хватит магазинчик автозон попробую еще разок проверить уровень здесь а вот сейчас масло чуть перемешалось вот видно что выше максимального уровня я чуть перелил даже можно будет периодически проверять ну а эти три канистрочки отправляются багажник а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы находимся на территории Palisades State Park Эта река называется Крукт Крукт Ривер Даже больше резервуар напоминает Сегодня пятница Уже с утра Дороги Заполняются Кемперами Ну а мы Наверное разворачиваемся И движемся на восток Что у нас здесь Отпотевания немного есть Что ли надо подкрутить Побольше Никаких проблем Типа трубки Нормально Не отходят Карбюратор Тоже Сверху потеков нету Цилиндр головы Нормально Наш вечный фильтр Тоже вроде нормально Колеса целые Ну все Едем дальше Последующие ночи Нам наверное Придется провести В палатке Там уже Восточная часть Орегона Не так густо Заселена Там будет и пожарче И населенных пунктов Поменьше Так что будем искать По ходу движения Кемпинги Ну или Какие-то Интересные места Для ночевки Орел Сидит Усматривает Добычу Расположился Еще в таком месте Здесь Хороший обзор Хотя может И гнездо Там у него В то же время Так продолжаем Колесить По Орегону Вдалеке Гора Худ Вот мы Вчера Там рядом Проезжали Это Гора Джефферсон И Я не уверен Насчет Тех Трех Я проверю По карте Я думал Что это Систерс Сестры Но может Я ошибаюсь Вот здесь Ранчо Посреди Полей Там уже Поселение Продолжение следует... Включай! Слезь! 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 Все, сцепление спалили! Вот идет дымок! Мы подпалили сцепление! Также из выхлопной трубы черный дым идет! Сейчас посмотрим на свечи и возможно придется поменять воздушный фильтр если он забился! Ну и дадим мотоциклу немножко отдохнуть! Подостыть! Горка небольшая, но с трудом! Мы включили колесо коляски, но он с большим трудом идет! Не хватает на первые передачи мощности почему-то! Может смесь опять же слишком богатая! Сейчас будем смотреть! Вот свеча черная! В принципе двигатель работает, но чувствуется что ему чего-то не хватает! Либо бензина, либо воздуха! Короче не сбалансирована смесь на малых оборотах! Я почистил свечи! Я снял крышку на стартер! Идет дымок! Чувствуется запах паленого сцепления! Но сцепление работает! Мы только что проверили! Нейтралочка, переключение передач, все нормально! Надо просто дать остыть! То есть диски не слиплись, не сломались! И заодно сняли воздушный фильтр! Вот он! Я бы сказал, что он в принципе на процентов 30 наверное загрязнен! Так что по идее на нем можно ехать! Видно, что сеточка не запылена! Сейчас его прочистим! И смажем нормальным маслом для воздушного фильтра! У нас оно с собой есть! Вот внутренности! И вот эта крышка тоже надо ее почистить! Так фильтр промыт! Сейчас он высыхает от бензина! А мы заодно пока остываем промоем и второй фильтр! Он тоже отчасти загрязнен! Мы его поменяли вчера! Сейчас покажу как это делается! Конечно, зрелище не для слабонервных! Открываем бензин! И промываем его бензином! Вот теперь тоже его на просушку! А вот фильтр с внутренней стороны чистый! Так, мы начали отсюда! Фильтр установлен! Здесь еще надо убедиться, что вот эта резинка тоже плотно прилегает со всех сторон! В идеале ее на герметик! Наверное, садить надо, чтобы она не отставала! Все, крышка плотно прилегает! Теперь можно закручивать винты! Так, ну что, все собрали! Пассажир пошел пешком! А я попытаюсь проехать! Выключили колесо коляски! Попробуем на одном колесе проехать! Сейчас чуть-чуть назад! Давай! 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 В общем, проехали около километра. Обороты плавают на низких-малых опять. На холостом все нормально работает. Как только даешь чуть больше газу, начинает захлебываться. Поэтому вот я нашел тонкую проволоку. Буду пытаться почистить главный топливный жиклер. Я уже открутил здесь, ну, сорвал, по крайней мере, эти винтики. Сейчас снимем и выкрутим жиклер и посмотрим, и чуть-чуть прочистим его. В общем, жиклеры в порядке. Я на всякий случай проволочкой их подчистил. Причем все, но проблема остается. И сейчас мы решили снять патрубки, проехать кружочек здесь. И мотоцикл заработал. В общем, это дело с воздухом. Я не знаю, в чем дело здесь. Ну, проблема с воздухом. То ли недостаточно воздуха, то ли где-то тут что-то засорилось. Но я не вижу. Здесь просто фильтр. Не знаю, может он... Слишком много масла я налил. И недостаточно этого воздуха. В общем, сейчас будем думать. В итоге поставили оригинальный фильтр. Вот этот. С сеточкой синего цвета. Он чистый. Все. Я визуально не вижу, в чем может быть проблема. Но он почему-то не работает. Через него плохо идет воздух. Не знаю, почему. Буду разбираться. И он еще чуть-чуть по диаметру больше. Буквально, я не знаю, на несколько миллиметров. Такое ощущение. Хотя это может потому, что я этой стороной его вниз ставил. Вот эта сторона. Видите, здесь есть такое уплотнение. Может надо было его наоборот этой стороной вниз ставить. Ну, в общем, с этим надо разбираться. Ну, сейчас все нормально. Мотоцикл пошел. Без всяких проблем. Хорошо бежит. Я сделал небольшой кружок. Воздух идет. Обороты нормальные. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Припарковались в тени. Мы в городке Принвиль. Здесь трайк. Ничего себе! Вулкан! Оу-е-е! Очень классный! Большие кофры, обвес. Но слишком посадка низкая. Это для чего? Человек может еще стоять сзади, наверное. Сделаны для ног. Такие набойки. Интересная конструкция. Я сейчас иду в магазинчик. Надо прикупить немножко овощей, фруктов. Перекусили. Это пойдет в дорогу. Сейчас я хочу проверить масло, потому что мы уже простояли полчасика. И мы проехали где-то, ну, километров сто. Не знаю, больше, меньше. А вот и уровень масла. Чуть ниже верхней отметки, это если ищут вкручен. Короче, короче, жрет масло наш мотоцикл. Надо будет подливать. Ну, в общем, долил. Где-то грамм 250. Так, мы заправили полгаллона. Долили полгаллона в канистру. А я перед этим из канистры отлили вот в эту бутылочку бензин. Потому что нам сейчас предстоит долгий участок. Ну, возможно, впритык хватит. КОНЕЦ 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 И вот опять мы в горах. Здесь когда-то был пожар. Да, сгоревшие участки видны сразу. Ну, по-видимому, наш путь идет туда, наверх. Еще надо немного проехать. Мотоцикл бежит отлично. Мы отъехали где-то 30 километров от Принвеля. Опустошили немного вот эту канистру. И долили, получается, две бутылки. Думаю, что бензина должно хватить до нашей следующей точки. В итоге почти полный бак. Полтора литровая бутылочка. И вот эта канистра минус 3 литра. Коровки. Пыля от коровки. Дикие что ли? Сейчас она тебе копытом как херанет чесает. О, сколько их здесь. Да, все пронумерованы. Да, у них еще клеймо стоит. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...